Приветствую всех! Вы смотрите передачу «Зеленые уголки Москвы». Вот это здание Политехнического музея на реконструкцию уже давно. Это Лубянский проезд. Вот это Лучников переулок здесь как раз. Вот он небольшой, как раз отходит от Лубянского проезда. Ну а само здание Политехнического музея, оно находится между Лубянской площадью, вот этим Лубянским проездом и новой площади, а также площади Линские ворота числятся по новой площади. И находится на реконструкции уже давно, уже больше 10 лет. И когда его откроют, так до сих пор и непонятно. Ну скорее всего, может даже и не в этом году. Хотя, конечно, как знать, может быть даже и в этом году. Ну в следующем уж наверняка откроют. Давно уже его хотели открыть и в 2018 году, и в 2019 году. Ну постоянно сроки переносят. Вот, то есть там очевидно полностью все вообще поменяли. Ну внешне еще там как-то остались какие-то контуры. Ну а внутри там, наверное, конечно, все поменяли уже фактически. Вот, тут же идет и реконструкция прилегающей территории. И сейчас мы посмотрим так называемый музейный парк. Ну а по большому счету просто небольшой такой скверик, прилегающий к территории этого Политехнического музея. между Лубянской площадью и, собственно говоря, боковым фасадом вот этого музея, который числится по новой площади. И посмотрим по контрасту с Элинским сквером. Только недавно там гуляли. И вы видели, что Элинский сквер все-таки, ну, сквер настоящий. Да, такой еще оставшийся с дореволюционных времен. Вот, и по сути в нынешнем виде сформировавшийся в советское время. И он действительно настоящий сквер, ну, даже несмотря на какие-то потери, может быть, все-таки это сквер. А вот это так называемый музейный парк, который, ну, в общем, даже до сквера немножко дотягивает. Это, скажем так, сквер 21 века. То есть уже современная территория, современное пространство, как вот его, так сказать, ну, понимают современные, так сказать, вот власти, да, современные дизайнеры, архитекторы и так далее. Ну, вот этот амфитеатр, да, вот как раз боковой фасад политехнического музея. Вот, и вот тут вот между вот этим Лубянским проездом и Лубянской площадью как раз и находится вот этот вот пространство, вот этот сквер, политехнический сквер или даже музейный парк. Вот раньше здесь и деревьев было побольше, ну, и сам он выглядел несколько по-другому. Потому что сквер здесь был, в принципе, давно. Ну, кстати, вот это здесь был проезд автомобильный. Еще и разворотный, так сказать, автобус на троллейбусный круг был. Вот здесь прямо проходил. Он даже имел название политехнический проезд. То есть это была проезжая часть и тротуары, все, посадка на автобусы была. Ну, а теперь вот здесь, видите, сделали амфитеатр, который, по сути, я так понимаю, пока не используется, в общем-то. И никого тут нет, потому что очень сильная жара под 30 градусов. И, видите, как тут просто можно испечься вот на этих вот лавках ни единого деревца. И, кстати, тут сидеть, конечно, очень сложно. Поэтому тут просто никого нет. Там подальше еще у Вити несколько человек. Ну, совсем немного тоже, но все-таки есть. Ну, вот видите, хоть кто-то сидит. Но, опять же, видите, лавки на солнцепеке фактически находятся. И тоже желающих сидеть нет. Но это вот именно сквер по многому 21 века. Видите, такие амфитеатры какие-то открытые. Причем одна плитка сплошная, смотрите. Если раньше был асфальт, то сейчас плитка. Вырубили деревья тут частично. Ну, что-то, конечно, видите, сохранились. Не все вырубили, конечно. Потому что сквер был закрыт на обновление, связан с реконструкцией Балетинического музея где-то в 2015 году. И открылся заново уже в нынешнем виде. Вот он существует с 2019 года. То есть, грубо говоря, около двух лет он существует. Ну, вот такое пространство. А это вот Соловецкий камень. Как бы центр вот этого сквера. Ну, давно он здесь стоит. С 1990 года. Уже больше 20 лет стоит этот камень. 30 лет стоит этот камень. Жертвам политических репрессий в Советском Союзе. Ну, и вообще, наверное... Ну, и непонятно, почему на Лубянке. Потому что все-таки здесь как раз и выносились такие приговоры. Проходили репрессии, пытки, ну и так далее. Ну, и там вот Новая площадь как раз проходит. Вот этот камень. Здесь 29 октября собирается часто читать списки расстрелянных. Вот акции проходят. Ну, в целом, конечно... Здесь раньше вообще всякие проходили митинги. Сейчас практически не проходит. Запретили все это. Ну, по понятным причинам. Ну, это Детский мир, понятно. Вот она, Лубянская площадь как раз. Вот это как раз здание справа НКВД. Теперь ФСБ. Ну, вот это Детский мир там дальше. Ну, и так далее. Да, вот такой вот скверик небольшой. И, в общем, конечно, больше похож на такой... В принципе, сквер 21 века. Довольно неуютный. В принципе, ну, так, конечно, посетить его можно. Особенно, опять же, хочу сказать по контрасту с Селинским сквером. Который все-таки такой действительно стоящий. Он побольше где-то раза в три, наверное. Ну, вот. Ну, так вот. Ну, так, в принципе, пройти можно. Особенно, если вот еще музей тоже откроется политехнический. Он как бы будет действительно, как бы, такой территорией при музее, где можно будет собираться перед его посещением или после посещения. Ну, так просто отдыхать. Ну, обычно так сюда редко приезжают непосредственно, вот, чтобы только вот именно, так сказать, в самом непосредственно сквере побывать. Ну, так, если будете здесь где-то, вот, на Новой площади. Здесь вот метро Лубянка прям совсем рядом. Вход в метро находится прям вот непосредственно около этого сквера. Ну, так же можно, в принципе, посетить. Ну, и Линский заодно можно и сюда потом пройти, за политехническим выйти уже к этому скверу политехнического музея. Ну, вот прям вход в метро.